21 октября 2015 года. Будущее уже наступило. Если честно, я хотел сделать что-то оригинальное, но так ничего и не придумал. И знаете, зачем искать сложные пути? Вот вам мини-выпуск о создании спецэффектов. Почему мини? Ну, потому что в этих фильмах их действительно не так уж много, но то, что есть, очень интересно. Приятного просмотра. Авторы взяли именно этот автомобиль, так как, по их мнению, он выглядел очень необычно для того времени. Футуристично, что ли, и чем-то походил на космический корабль. Его даже не пришлось как-то модифицировать. Ну, только добавили и компоненты машины времени. Поточный конденсатор, реактор, панель управления и прочие прибамбасы. Спецэффекты во всех трех фильмах создавала студия ILM, основанная Джорджем Лукасом. Это как бы означало, что все будет на высшем уровне. Так и вышло. В первой части было минимум спецэффектов. Они были в основном в начале и в конце, и были связаны с перемещением во времени. Хилл Вэли 55 и 85 года — это все декорации. Да, такого городка никогда не существовало. Все спецэффекты перемещения делались на компьютере, а именно свечение и вспышки. Однако огненные следы на асфальте делались по-настоящему. Кстати, тут можно заметить, что Марти и Док стоят не по-настоящему. На них отсутствует свечение от огня, и сами языки пламени не огибают их ноги, а идут как бы насквозь. Очевидно, что актеры снимались на хромакее, так как по-настоящему это было бы слишком опасно. Молния, ударяющая в часы — тоже результат работы АЛМ, так как, ну, понятно, что по-настоящему это слишком опасно, и попробуй, блин, поймать молнию в нужный момент. Финальный эффектный кадр снимался уже с помощью миниатюр. Макет Дейлориана снимали на синем экране, который потом без проблем заменили на необходимый фон. Ну а также дополнительный монтаж, постобработка, и получился такой впечатляющий результат. Это была первая часть, которая действительно была скупа на спецэффекты, но это и неплохо. Настоящее испытание ждало создателей во второй части, ибо там нужно было показать б... 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 будущее. Разумеется, главным символом является летающая доска, ну или хаверборд, как кому удобнее, а также самошнурующиеся ботинки, челюсти 19, и где-то там машины летали. Давайте по порядку. Тут были и натурные съемки, и в некоторых моментах хромакей. На натуре операторы ухитрялись снимать так, что нам действительно казалось, будто Марти реально парит на доске. А на самом деле... В сценах, где мы видим только верх, Майкл Джей Фокс ездил на тележке. А вот когда показывали хаверборд и Майкла в полный рост, тут была одна хитрость. Довольно простая. Доску намертво привинчивали к подошве, а Майкла передвигали с помощью тонких тросов, которые потом удаляли на компьютере. А вот в этих моментах доски снимали уже на хромакее, который потом заменяли на необходимый фон. Эх, а ведь сколько людей тогда поверило, что такие штуки есть на самом деле. Особенно, когда Зимекис пошутил, что им одолжили несколько рабочих прототипов. Специально для фильма. Так, ну очень многие видели эту картинку. Это так снимали сцену с подгонкой куртки под размеры владельца. Акула с афиши это целиком и полностью компьютерная модель. Блин, отблог бы сюда. Так, транспорт будущего. Лично меня это больше всего зацепило, чем летающие доски. И... эээ, ладно. Все, что мы видим, это все настоящее. То, что ездит по улицам и то, что летает. Ну, не совсем. Разумеется, машины не летали. Все это миниатюры. Но они как бы настоящие, поэтому... Миниатюры, которые снимали на хромакее. Каждую модель отдельно. А потом на этапе постпродакшена удаляли синий фон и тщательно совмещали каждую сценку с основными фоновыми композициями. Авторы гордятся моментами, где у них получилось сделать незаметные переходы из настоящей машины в миниатюру и обратно. Особенно они гордятся этим моментом. Идеальная склейка, правда? Фонарный столб послужил отличным моментом для перехода. Вот. Это миниатюра, а это уже настоящая машина. Если присмотреться, то можно заметить отличия. Развидеть не удастся. Живите с этим. Ох, и намучился Майкл в этих сценах. Ибо он сыграл и себя в возрасте, и своего сына. Ну, в смысле сына Марти, вы поняли. И свою дочь. Да-да, это тоже Майкл Джей Фокс. Живите с этим. Понятно, что все эти сцены снимали по нескольку раз. Для каждого персонажа отдельно. А потом совмещали все это в одну. Кстати, вся посуда была приклеена к столу, чтобы случайно ее не сдвинули, и не было расхождения в кадрах. О, как серьезно к этому подходили. И вот еще что. Еще один актер, который сыграл несколько персонажей, это тот, что играл Бифа. Сыграл молодого, в возрасте, старого и своего давнего предка. Опять, кстати, в этой сцене есть компьютерная графика. Я серьезно. Вот, это Альманах, который молодой Биф кидает старому. Были проблемы с монтажом, и чтобы избежать проблем с переходами, решили сделать вот так. Тут можно заметить странную такую форму пальцев на обложке, и что вертится книжка в одной плоскости. Это была вторая часть трилогии, которую любят больше всего. Хотя я одинаково люблю все три части, ибо они неразрывно связаны, и воспринимать их по отдельности просто не получается. Итак, у нас на очереди последняя часть. По своему строению, она чем-то напоминает первую, ибо в ней также минимум спецэффектов, и большее их количество пришлось на начало и конец. Про сам Де Лориан мы уже говорили, поэтому перейдем сразу к самому вкусному, к поезду. Но-но-но-но-но сначала предка Марти тут сыграл также Майкл Джей Фокс, а эта сцена была реализована с помощью хромакея. Так, вроде разобрались. Возвращаемся к поезду. Данные сцены снимались отчасти на натуре, и частично с помощью миниатюр. Паровоз по-настоящему толкал Де Лориан, который по-настоящему находился на рельсах. Однако некоторые особо скоростные моменты снимались в обратном направлении, так как была вероятность, что машина может слететь с рельсов. Ну а в самых финальных кадрах, прямо перед падением, использовали миниатюры. Ну и само падение поезда, это, конечно же, миниатюра. Полет Дока на доске снимался точно так же, как и с Марти во второй части. Одни моменты на натуре, а другие на хромакее. Марти возвращается в наше, то есть в свое время. В этой сцене был уничтожен настоящий Де Лориан, который предварительно напичкали взрывчаткой и подпилили в нужных местах, чтобы тот не смялся, а развалился при столкновении. И, наконец, временной поезд, это тоже миниатюра. Ну вот и все. Хоть это и было довольно быстро, но я постарался рассказать обо всем, что достойно внимания. Надеюсь, вам было интересно. Безусловно, «Назад в будущее» — это настоящий феномен. Символ того времени. Одна из самых культовых трилогий в истории кинематографа. И отличный пример того, как тогда изображали будущее. Это уже не будущее. Это уже настоящее. Не такое, как в фильме? Ну, не все так плохо. Очень многое таки воплотили в жизнь. И даже лучше, чем было показано в фильме. И это... здорово. Ну, а на этом все. Спасибо за внимание. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Оставляйте комментарии. И следите за временем. Всем пока.